Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы начинаем с вами новый влог, а начинаем его с того, что я собираюсь к стоматологу и решила продемонстрировать вам свой лук. Вы же в меня периодически просите показывать, в чем я выхожу. Ну, в общем, теперь я в обратной перемотке, видите, сейчас подхожу к вам. Ну и начинаем! Итак, вот она я вся такая красивая, мне так кажется. Нет, я в этом уверена. У меня сережки от дома Фаберже, у меня колечки, не помню, что за колечки, числы Майкл Корс, ремешок от Зары, а одежка на мне, это футболка и вот этот вот комплект, это у меня от Вайкики, моего любимого бренда Лофера, не помню. А нет, помню, это, в общем, один магазин, короче, я покупала его в кусарах вместе с сумочкой, я показывала. Ну вот, стою перед вами, выпендриваюсь, что выпендриваюсь, не знаю, но выпендриваюсь. Перекидываю через шею и плечо сумку, это реплика от Dolce & Gabbana, вот, одеваю очки, которые я купила в Измире, исключительно бюджетные, хватаю ключики, говорю вам до свидания, и я пошла. Я после стоматолога зашла в Вайкики, слушайте, подобрала себе такой пиджак, не знаю, он у меня большой, не знаю что, не знаю, стоит ли на размер меньше заказывать, искать, да, мерить. Ну вот, там в том зеркале видно, да, сзади как. Так, в принципе, очень даже, очень даже ничего. Ну, рукава, конечно, подобрать нужно чуть-чуть. Так, ну, понятно, что эти брюки не сюда, не под эти брюки. Че-то и хочется, и колется. Че-то как-то я, по-моему, остыла к пиджакам. Еще у меня двое штанов, вот, они такие по типу джинс, ну, летние, и одни такие синтетические, с манжеткой. Я хочу сейчас померить, это я для дома беру, дома таскать, потому что я свои уже затаскала, вместе с Николькой. Надеюсь, смотрите, на таком поясе. Сейчас посмотрю, что выберу. Одни штаны одела, вот эти вот. Сейчас опять скажете, широкие взяла, а они мне конкретно большие, вроде, 44-й размер. Слушайте, я, по-моему, из 44-го конкретно выплыла. Вот, хотела попросить консультанта мне принести 42-й, но она сказала, что она здесь одна. Выйти она отсюда не может, понимаете? Так что мне придется, придется искать самой. Я сумку возьму и пойду искать сама, судя по всему. Конечно, очень обидно, но что делать? Размера не оказалось. Знаете, когда прибежал консультант, ровно тогда, когда я отсюда вышла с камеры, прибежала консультант. А эти я, пожалуй, возьму. Мне понравились они с кармашками. Эти нормально. Правда, они большие, но ничего, пусть я специально, чтобы они посвободнее немножко были, чтобы не оттягивали. Такие на прогулочке хорошо, да? Я уже обувь надеваю, встаю в этих носочках. Ой, что хочу сказать. Я говорю, да, обслуживание. Мало того, что здесь, в этих, в комнатах для переодевания, очень часто бывают грязные полы, очень часто. Плюс еще, к тому же, эти обслуживания такое, так, на одолжение. Хочу позитивно высказаться об этих вот носочках конта, которые я брала, очень удобные. Что мне нравится, это широкая резинка, которая никак, совершенно не сдавливает ногу, а это, на самом деле, проблема всех носков. И потом, они очень приятные, они не сильно лайкровые, то есть, они не такие, знаете, вот прям скользкие-скользкие, неприятно скользкие, нет. Они хорошо цепляются на теле. Кстати, куда я натянула эту резиночку, там она и сидела. То есть, она не спадала. А вот у меня есть другие носочки, сейчас покажу. Вот эти, вот смотрите, мало того, что они темные, что не есть, на самом деле, хорошо, но лично для меня, потому что у меня светлая обувь, поэтому желательно, чтобы были вот такие светлые. И вот видите, резинка, она тоньше, она сдавливает ногу, оставляет след, и еще от того, что они очень скользкие, они постоянно вот так вот съезжают вниз. А эти, как я одела, так они и сидели. Все, мне очень понравилось. Вот если что, вот эти вот, они в Браво есть. Я потом за ними тоже еще побегу. Надеюсь, что они будут. Идиллия. Николька там бегает вон во дворике, смелая такая, вся из себя. Вот. А я здесь работаю. Работаем мы на пару с Николькой. Так смешно. На солнышке она бегает. Водички хлебает. А с едой у нее непонятно, что я сегодня прям на нее злая. Что она сегодня артачится. Вот у нас время сейчас сколько, я скажу? Вот 16.22. Она, вот еще ни утренней еды у нее не было, ни обеденной еды не было, ни вот сейчас я кое-как. Знаете, только в игре. Только в игре, вот я когда ей бросаю игрушку, и она ко мне подходит, и я даю ей корм, вот только тогда она его ест. То есть я должна ее кормить, а оказывается с рук. Вот с рук она ест, из миски она не ест. Что не так? Что не так? Что этот ребенок меня здесь учудил, я не знаю. Или учудивает. Злая на нее. Погода хорошая зато. Ходит она там, обследует мне территорию, круги наяривает. Она по периметру бегает, туда-сюда, туда-сюда. Шныряет. Никось, ну ты доешь, а, пожалуйста, что ты прыгаешь? Эй, Бантик, Бантик, что ты прыгаешь? Ты доешь, ты же не доела. Никось, ну пожалуйста, поешь. Мамина, поешь, поешь мамина. Никось, не грози, нельзя. Нельзя. Никось, ну это нечестно, ты доешь? Давай, доешь, слышишь? Козявка, смотри, вот она ест, чуть-чуть бросает и убегает. Ну как на нее не злиться, а? Бантик, как на тебя не злиться? Выдра маленькая. Не могу найти на нее хорошие резиночки и заколочки. Никак не могу, не знаю почему. Да, вот я что хочу сказать по поводу... Ой, я свет сейчас включу. Так, по поводу того, что я взяла в Вайкике, вот взяла себе штаны вот эти вот. Ну не знаю, мне они понравились. Я взяла на самом деле очень большой размер. Опять-таки, почему? Я не хочу, чтобы у меня вот здесь вот сидело плотно. Я не хочу, чтобы это было в обтяжку. Поэтому я взяла аж 2XL. О, ну что у меня с фокусом сегодня? Вот, 2XL. Значит, это у нас, ну, 46 монат. Вот, знаете, к телу очень приятный, вот такой легкий летний вариант. Мне понравилось внизу вот так на манжете. Ну не знаю, удобно. Удобно, знаете, вышла с собакой, прогулялась. Вот сейчас мы в поездку собираемся, как раз мне вот самое оно для удобного перемещения и машине. Вот, да, кстати, по поводу поездки. Я же вот собираюсь теперь выгуливать ее в район. Ну, у нас есть в планах выехать опять в Шамаху. Ну, взяла себе эти кроссовки. Не знаю, мне так они понравились на внешний вид. Да, если что, у меня 36 размер. Почему они были? Они по 34 моната. Вот. Мои уже, честно говоря, в таком состоянии. Мне не нравится. Вообще хочу от своих всех уже избавиться, потому что вообще никак не нравится. Хочу обновить. Выброшу те. И еще взяла вот такую вот дорожную сумку. У меня есть, на самом деле, дорожная сумка. Могла бы и не брать, но это будет сумка исключительно для Николь. Причем, в каком смысле для Николь? Не для ее вещей, а для Николь самой. Потому что здесь есть вот такая подложка. Она достаточно плотная. Николька может там быть. Потому что если я возьму с собой переноску, переноска очень громоздкая. А так я эту сумочку, знаете, так села, вот так вот, на колени поставила. И тут у меня Николька. Я с ней общаюсь. А когда переноска, она занимает вот такое огромное вот такое вот место. Привет. Огромное место занимает. И мне это неудобно. И еще, что мне нравится, я вот сюда вниз, потому что здесь еще же есть для запасной вариант для полотенца. Ну, это спортивная сумочка, вы поняли, да? Здесь она на замке, видите, открывается. А сюда я вложу кое-какие Николькины вещи. Все. Я сегодня только хочу, на самом деле, пойти ей взять какую-нибудь теплую одежку, потому что вдруг там будет холодно, чтобы у меня ребенок не мерз на выгуле. Вот. Вот это сумочка для Никольки. Это я взяла кроссовки себе и штаны. Остальное, что мерила, вернула. Вот так вот. Я что еще хочу сказать, я вчера в магазине же начала говорить по поводу обслуживания. Я, если что, была в вайкике, который у нас на ней в Челяре. Вы знаете, я, во-первых, еле нашла нормальную комнату с более-менее чистыми полами, потому что во всех остальных комнатах полы были в ужасном состоянии, а там было что-то набрызгано, поверх этого набрызгано, что-то было еще наляпано. И вот это все еще пылью все это припорошено, вот эти грязные черные пятна. Смотрите, я же там снимаю и одеваю не только одежду магазинную, которую я принесу домой и буду стирать. Я же еще снимаю и одеваю свою одежду, которую хочешь не хочешь, но дотрагивается до пол. То есть там по-любому, там по-другому не получается. Но я же потом ее одену и пойду в ней. Почему я должна пренебрегать этими пунктами гигиены? Я не хочу уходить в грязную. Это во-первых. Во-вторых, это то, что не было консультанта, когда я обратилась к девушке, которая стояла в примерочной, она раздавала номерки по количеству одежды, которую мы меряем. Когда я ее попросила мне принести брюки меньшего размера, она сказала, что, вы знаете, я не могу выйти отсюда. Я говорю, я знаю, что вы отсюда выйти не можете. Я говорю, ну у нас же есть консультант, позовите помощника. Она говорит, что она в зале. Я так поняла, что меня отшили. Я сказала, хорошо, в этот момент я возвращаюсь в свой номер. Я беру вот этот телефон, я беру свою сумку, потому что сумку я оставить не могу. Ну, вещи я могу оставить, сумку не могу оставить по понятным причинам. Я беру телефон, включаю его и начинаю выходить. И как раз вот вам и говорю о том, что приходится теперь это самой. То есть раз не помогать, то приходится самой. Как она увидела, что я с камерой, она рванула, то есть ей нельзя покидать это место, но она рванула моментально, она побежала за этим консультантом, а я пошла к стеллажам, откуда я брала эти брюки, стала искать свой размер, нужный размер. И в этот момент прибегает этот консультант. Чем я могу вам помочь? Я говорю, теперь уже ничем. Я говорю, я же оттуда вышла, значит, я сама могу посмотреть. И она так, знаете, так ухмельнулась. Я сказала, ну хорошо. И в общем, я возвращаюсь обратно, но не нашла то, что мне нужно. Я возвращаюсь обратно. А когда я возвращалась, в мою комнату залезла уборщица со шваброй. То есть они прекрасно понимают, что полы грязные и хорошо бы там вытереть, но ровно тогда, когда я выползла оттуда с телефоном, они зашевелились и они стали там вытирать полы. Но это вообще не к силу, не к городу. Хорошо, ладно. Вытерла полы. Я залезла туда. Я ей вообще сказала, что это уже сейчас не нужно. Я уборщица это сказала. И она быстро другие эти стала протирать в других комнатах тоже. Но начала с моей, где я была. А зачем ты зашла туда? Там мои вещи. Разве ты имеешь право заходить туда? Там мои вещи. Во-первых, я не должна оттуда выходить. Но вы меня вынудили. Вы дали мне понять, что вы помогать мне не будете. Правильно? Я вышла оттуда. Хорошо, ладно. Ну, упустим этот момент. Другое дело. Я выхожу, во-первых, из этой примерочной. И вот эта девушка, которая там стояла, во-первых, она, знаете, когда она у меня взяла номерок, она его так демонстративно, шумно повесила, чтобы я услышала и повернулась. И она, знаете, сделала вот такое движение. Типа, ты тут такая крутая. Да я не крутая. Почему я крутая? Я просто самый обычный клиент, который у вас, у консультантов, попросил помощи. И вы должны мне ее оказать. Почему же я крутая-то? Я абсолютно нормальный человек. Я абсолютно обычный клиент, рядовой клиент. И вы любого клиента должны обслуживать. Тем более, если к вам обратились за помощью. Они футболить меня. Это туда, это сюда. Ладно, упускаем этот момент. Теперь я расскажу анекдот. Нас прервали, мне в дверь постучали сюда. Пришли менять газовые щечки. Сказали, что время вышло. Ну, сейчас нами протокол будут составлять. Да. И стоит мужчина курит. Да. Они мне попросили лестницу. Они будут у нас всех менять. Просили ли это стремянку. Я выношу стремянку. И я ему говорю, я вас очень прошу, не курите до здесь. Он говорит, я закончил. И показывает мне, что он уже выбросил окурок в прихожую. Это в парадную. А я ему говорю, а, туда добросили. Я говорю, а, ну спасибо вам большое. Я потом выйду под мету. Он такой, не-не-не, не переживайте, я уберу. Я не вредная. Я просто порядок. Люблю. Не, ну может быть вредная. Да ради бога. Господи боже мой. Да. На чем мы остановились? Сейчас я промотаю и посмотрю, на чем мы остановились. Ну, в общем, посмотрела там, где я остановилась. Теперь я выхожу из примерочной и иду к кассе, чтобы расплатиться. Да. Стою у кассы. У кассы уже очередь. Передо мной стояла женщина, у которой было много позиций. У меня было всего три позиции. За мной стояли люди, у которых тоже достаточно были там много вещей набранные. И работает всего одна кассирша. И что я наблюдаю? Вот эти самые три консультанта, одна из которых, видимо, должна была помогать, они, да, в зале, но чем они занимаются, знаете, все три. Все три скопились вокруг одного милейшего ребенка грудного возраста. Да, она-то такая с бантиком на таком платье пышном. Красивый ребеночек. Ну, ребеночек красивый, естественно. И они возле нее. Сю-сю-пусю-мусю. Вас люди ждут. Помогите. Какое сю-сю-пусю-мусю? Втроем. Три консультанта вокруг одного ребеночка скопились. Понимаете как? Видать, одежку подбирали втроем. И я теперь в это... И я стою это все наблюдаю. И вот сколько я стояла на кассе, да, у кассы, ждала я своей очереди. Я наблюдала, они не отходили от этого ребенка. То есть никому помощь не нужна. То есть, оказывается, я одна такая вся из себя, без помощи никак не могу. Такая беспомощная. Я теперь кассиру говорю, да. А, за мной стояла женщина, не прям за мной, а через. И она, эта женщина, спрашивает у кассирши, а что ты тут одна работаешь? Она говорит, ну, пока работаю одна. Вот тебе и обслуживание. Ну, что вот, что, мы чего-то хотим больше, что ли, я не понимаю. Я же не хочу, чтобы, я не знаю, передо мной бегали на задних лапках. Мне это сто лет не нужно. Я, наоборот, нервничаю, когда я захожу в магазин и начинаю доставать, чем помочь, чем помочь. Я всегда говорю, если мне нужна будет помощь, я обязательно к вам обращусь. Я не хочу, чтобы вокруг меня вот так вот вились. То есть, если я что-то найду, я найду. Если я спрошу, а есть ли у вас что-то другое, значит, вы мне поможете. Ну, вот когда елки зеленые, и вас просишь помочь, у тебя футболят, и тебе говорят, что в зале. Ладно. Видите, у нас поставили новые счетчики, видите, отличаются от старых. Это соседский счетчик, это сейчас мой новый луч счетчик. Наконец-таки, наконец-таки, правда, еще грязи развели у меня здесь. Ладно. А, окурок он, кстати, убрал. Я та самая мегера, та самая мегера, которая, ой, ладно, и смешно, и смешно. Вот что хочу сказать. Наконец-то у нас поставили вот эти вот самые счетчики, где без карты, понимаете, просто вот ты будешь платить за... Вот, нормально. Нормально идет. Все. Просто будешь платить за использованные кубометры. Что с погодой? С погодой все нормально. Переменная облачность. И торчит моя герань. Уже вытянутая. Вот такая у нас погода. Я хотела сказать, раньше же вот эта очень неудобная была система, я вам показывала, помните, вот на картах, да, когда ты загружаешь, и потом ты используешь, и раз ты, ты остаешься без газа. Очень неудобно. Очень неудобно. Но я надеюсь, что многие нажаловались по этому поводу, и поэтому они меняют. Ну, а теперь как вода. Сколько ты использовала, столько тебе будет приходить счет, и ты будешь платить. Вот это очень удобно. Ты, по крайней мере, у тебя ни счетчик на код не попадет, ни профукаешь вот этот вот момент, когда... Ну, когда, как сказать... Когда ты останешься без газа в итоге. Вот. В самый неожиданный момент, такой самый неподходящий. Хорошо. Видите, как благоустраиваемся. Это же очень хорошо. Дороги строятся. Город обновляется. Новая архитектура, современная архитектура. Инфраструктура вообще у нас развивается, растет с каждым днем. Я только не знаю, как они выдерживают конкуренцию, потому что у нас элементарно продуктовых магазинов на каждом шагу. Да еще, как вы знаете, как... Мало того, что на каждом шагу, еще так напротив друг друга. Это вообще отдельная история. Так что все у нас хорошо. Страна моя богатая. И все у нас будет хорошо. Я верю в то, что наше будущее просто замечательное. А еще я такого желаю каждому, в каждой стране, человеку. Пусть все у нас будет просто замечательно. С каждым днем все лучше и лучше. Если вдруг я закончу сейчас это видео на этом моменте, значит, я говорю вам до свидания. А самое главное, спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы такие. Всем крепкого здоровья. Всех благ. К мир вашему дому. А с вами была ваша подруга из Пакуума. Пока-пока. А, еще одна там. Она спит. Отдыхает. 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 Отдыхает.